Наш отдел комплектования, святая святых, так сказать. Вот привоз книг, здесь идет обработка новых книг, которые поступают в библиотечный фонд библиотек. Директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильенко с удовольствием рассказывает о новых книжных поступлениях. 7 тысяч экземпляров, художественные, детские, отраслевые книги, а также русская и зарубежная классика. Совсем скоро разойдутся по 26 библиотекам нашего городского округа. Первая партия проходит библиотечную обработку в отделе комплектования. Их шифруют, их заносят в электронный каталог, их заносят в алфавитный каталог, полностью обрабатывают. И только после этого книга поедет в библиотеку. Так, библиотечная коллекция из более чем 200 тысяч изданий в этом году расширится еще на 620. Книжный фонд «Как живой организм» требует обновления, что-то устаревает, что-то просто изнашивается. Новые поступления пополняют каталог классики, есть очень много новинок. Среди сотен поступивших в библиотеку книг замечаем увесистого Есенина Захара Прилепина, множество детских рассказов, красочно иллюстрированные энциклопедии. «Мы делаем всегда аналитику наших фондов. То есть это запросы читателей. Конечно, идет аналитика и литературных премий, и шорт-листы все просматриваются. И вот именно из этих шорт-листов формируется техническое задание, так скажем, на пополнение книжных фондов. То есть все самые новинки, все самое лучшее все равно так или иначе придет в наши библиотеки». Некоторые печатные книги можно найти в электронном формате. Библиотека и один из сервисов электронных книг предложили читателям воспользоваться этим популярным форматом чтения литературы. Через приложение в мобильном устройстве читатель в одно мгновение получает доступ к базе из миллиона книг на русском и иностранных языках. «Я читатель, я могу себе взять любую абсолютно книгу, которая мне по душе. Если же я в фонде не нахожу книги, я делаю запрос, выбираю книгу, и библиотекарь просматривает, анализирует мой запрос и выдает мне ее. Все через мобильное приложение». Тренд последнего времени – аудиокниги. Особенно популярны классические произведения. Их также можно заказать через сервисы библиотеки. «Знала ли меня матушка Манефа, аль забыла Якима Стукалова, Яким Прохорыч?» Впечатляет выбор учебной и профессиональной литературы, включая научные диссертации, в виртуальном зале Национальной электронной библиотеки, доступ к которой открыт и в нашей библиотеке. «Очень пользуюсь спросом общества знания с 1900 года до 1920 года». Тем, кто увлекается историей и готовит обучающие проекты, не обойтись без сокровищницы президентской библиотеки, ключ которой также хранится у Щелковских библиотекарей. «Это президентская библиотека, где собраны уникальные фото, видео, документальные материалы из абсолютно легальных, хороших источников. И вот как раз этими источниками нужно пользоваться для своей работы». На электронном носителе или в привычном бумажном формате книга была и будет надежным спутником читателя. На даче, в дальние поездки или на пляже. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно однажды получить читательский билет. Михаил Налетов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Продолжение следует...